Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 48-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Предыдущий выпуск начал с того, что закрыл квест «Оружейник» часть 15-я для механика со сборкой М1А. На маяке обнаружил тела по квесту «Терапевта. Потерянный контакт». Обнаружил и пометил ящик для миротворца по квесту «Груз Икс» часть 4-я. Для него же по квесту «Ревизия» часть 2-я пометил технику на маяке. Для механика пометил топливо по квесту «Энергетический кризис». И выполнил квест «Наркотрафик» для терапевта, установив Wi-Fi-камеру в условленном месте. Выпуск поддержали финансово старый волчара, Роман, Ли, Алексей Белый, Технопад, Шинкар, Лев, Саул Мэджик, Аллакияд, Двоемер и Простаман. Огромное спасибо, люди добрые, за доброе слово и звонкую монету. И вам всех благ. Ром, благодарочка пришла, браток, спасибо, но, видимо, ты ник не указал, поэтому пришло как от анонима. Отдельное спасибо, что поддержали спонсорство, парни. Дальний Восток, привет! На М700 есть одно ложе, на которое скудный, но выбор пистолетных есть. Добрый Том, лови привет от нас, Простамана. Пустяки, браток. Удачи тебе на Трова со стримами. Всем приятного просмотра. Сегодня я хочу попробовать сделать ревизию. Часть первая квест. Мне необходимо 4 БМП обнаружить, 2 лавки и 1 Т-90. 7 объектов, в общем. Из них 5 объектов необходимо, 5 единиц техники, точнее, необходимо будет пометить маяком, поэтому я беру с собой 5 маяков. Поехали за ЧВК, на Кудамы, на резерв. Собрались, получается, 16 временам подходят. Страховать можно кое-что. Громоздкий мешок с собой брать не буду. У меня бронеразгрузка хорошая, большая, вместительная. Иду только с болтовкой. Опачки. Ну, здрасте. Этого мне только не хватало. А, ну я на Чупике, в принципе. Рядом 1 БМП. Кроме всего прочего, у меня еще РБСТ ключ понадобится. Я с собой взял. Все продусмотрено. Все хорошо. Лут игнорирую. Вот так вот. Вот оно, первое БМП. В общем, вся эти... Вся техника... Давай, медь. Вся техника, в общем, метится в разных даже рейдах. Так что можно выполнить этот квест за несколько рейдов. И это хорошо. Это меня устраивает. Так как на резерве я играю не часто. Карту знаю не очень хорошо. Ну, не столько карту знаю, сколько... Нет, опыт и игры на ней. Спауны, тайминги и прочие прелести. Так. А, чё, давай сразу, наверное, в этот ангар забежим. Раз уж я тут. То есть, зале кто-то. Слышал? Отвечаю, там кто-то был. Так. Вот оно, БМПХ. Шо, одна. Есть. Всё, прижился. Закрывать не буду. Вдруг у кого квест ещё. По-братски. Вот оно. Я тебя понял. Там кто-то сидит. Так, следующая... Техника лавка. Она, короче, там, возле депо. Это всё нам не надо. Всё, эта техника нам неинтересна. Нам нужна лавка. За депо и наверху, там, на ангарах. Поэтому по большому обходу делаем. Тут, я думаю, места не особо людные. Делать тут особо нечего. Да ещё и открытые. В основном, возня там происходит. Либо в подземке. Киберкотлеты точно все внизу там ходят. В большинстве своём. Вот она, лавка нужная мне. Ух ты. Струляют. Угу. Давай-давай. Билет не она. Ё-моё, это не та лавка получается. Это вообще не лавка. Вот зараза. Ну, в принципе, на это и можно было рассчитывать. Считывая то, что я по локации бегал. По открытым абсолютно местам. И рано или поздно это случилось бы. По ревизии, говорит, два БМВ мы нашли и пометили. Значит, три маяка с собой берём. Две лавки остаётся. Одна на выходе, в общем, где дикие чувака выходят. Там же и 390 стоит. Эта лавка наверху на ангаре. Ну, и пару БМВ остаётся. Одна БМВ у нас в коне белом получается. И ещё одна БМВ под вышкой там возле общего выхода тоже. Дикого с ЧВК, да? Значит, имеет смысл сразу в ту сторону куда-нибудь пойти. Потому что там целых три цели будет. Иду также налегке. Даже перегруза у меня теперь не будет. Вот, учитывая, что всего три маяка я с собой беру. И идём за ЧВК ещё раз на резерв. Попытки пометить всё это добро. Вроде бы простая задача, да? Казалось бы, чё там бегать по локации туда-сюда. Но вот эти перебежки по открытым. Это прям подарок для седунов. Так, нахрен. Это получается мы... Ох, мать. Через самое пекло придётся педалить. Ну и ладно. А мне страшно даже. Получается. Лоб в лоб сейчас иду со спауном на ЖД. Ту сторону мне... Как-то, наверное, и не надо было и даже идти. Так что зря потраченная жизнь. Лут и прочее. Я мырный. Не стреляйте, я мырный. По логике вещей надо бы налево. Но я пойду направо. Потому что тут больше точек интереса. Так, ладно, мы туда ещё вернёмся. Вот цинды нам надо. Вот это лавочка. Пожалуйста. Пожалуйста. Её метить не надо, получается? Ну надо же. Получается, не надо. ХЗ почему. ХЗ почему. ХЗ почему. ХЗ почему. Вот он, танк. Есть. Танк тоже метить не надо. What the fuck. Все остальные три цели надо метить, получается? А чё я мимо коня пробежал? Вот голова, два уха. Чё-то на суете вот эта вот... Беготня, зараза. Во, вот она дырка. Я думаю, где тут дырка была в заборе? Здравствуйте. Вот она бэха нужная мне. Ну это точно надо метить. Пожалуйста. Спасибо. Нормалёк. Так. Есть. Всё, осталась наверху на депо. И одна в коровнике. Ну в этом. В коне. В ангаре, которая... Можно было и с Джейкой бахнуться, да? Чтоб просто бегать на узкой реке. Всё, почти пробежал. Уже поздняк метаться. Так, где лавочка тут была? А вот она, кажется. А ну, точно. Зашибись. Даже превьюха получится, кажется. Ну всё, здорово. Осталась только одна бэха, которая стоит... В депо. Пойдём пробовать её метить. И всё. Там, скорее всего, выживание, выход с локации нужны будут. Я так считаю. Но я недалеко буду от выхода. По идее. Который под машиной там. Ну, вечерний рейд, да и ещё в такую погоду. Скорее всего, пацаны, которые сюда загружаются. Скорее всего, с намерением вниз спуститься в дэшку. В бункер в этот. Вполне реально. Давай сейчас спокойно закрою квест. Спокойно выйду с локации. Можно на это рассчитывать, как бы. О, вот эта конява белая мне нужна. Или что такое? Уйти-то твой один снайпер, проклятый. А вон там по воробьям. Точно. Я на месте. Всё. Последний маяк. Отлично. Можно даже не выходить с локации. Засчиталось выполнение квеста. Ну, я думал, потяжелее будет, если честно. А нет, нормально. Нормально. РБМП... Двенадцать РБ... О, блин, я не знаю, от чего эти ключи. Честно говоря. У двенадцатого... Да ёп... А это мне вообще было? Что так чисто? Вкратце посмотрим, что есть, да? В разгрузку чё-нибудь кинем. Может, разведка будет? Как раз диких отправим. Ящик диких за разведку. Ага, держи карман шире. Ну, здрасте, Настя. Блин, знал бы, своё застраховал. Блин, на крыше лутаться опасен. Крышу простреливать могут. Не слабо так. Ладно, давай, СТЭШ, ну, этот ангарчик, посмотрим. Вот этот. Который ключом, сетка, решётка, то есть, открывается. И домой пойдём. Не буду тянуть. В принципе, на такой быстрый рейд я и рассчитывал. По большому счёту. Забежал-то, замаячил. Вся любовь. Нормально, нормально, сейчас поживим. Базаришь. Ё-моё. Что, злые-то такие? Пек. А чё это у нас тут? Волына. Бам, макэмсэн. Ну, пока возьмём. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Во. Пек. Пекам не нравится. Это что такое? G28. Не надо, неинтересно. По-моему, на самой бэхе, да, могут быть ещё? Офаза, я чё-нибудь в этом духе. О, на дуляке. Офаза. Офаза. Уже можно забрать. Так-то. И всё. Не густо, конечно. Всё вроде осмотрел. Ладно, бог с ним. Ты это тоже видел, да? Кто-то промелькнул там. Гол boutит. Офаза. Офаза. Стопятая общага. Блин, не густо. Да можно было бы еще поковыряться тут пару ящиков. Туда сходить. Сюда сходить. Убил с первого. Так, а садики там мелькали. Ладно, выходим. Однако, 14 минут, 2,5 опыта, 4 деких мы застрелили и, получается, выполнили квест-ревизию, да? Большой, как мне казалось, и трудный квест-ревизия. Часть первая можем закрывать. Оказывается, ничего там сложного. Внутри пробежаться по локации туда-сюда, да и все, пометить, что надо. Секретные разработки квест теперь он мне выдает. Нужно найти коробку с пук Т-90М на резерве. Но я, блин, уже собрался в лес, поэтому планов менять не буду. Пойду в лес. Я хочу сходить в лес, потому что я люблю лес. Идем за ЧВК. Идем в лес. Идем в 8 утра. Почти в 9. В лесу у меня штурман же недобитый остался. Ну, точнее, он добитый. Но мне по квесту нужно его ключ с галочкой вытащить. Поэтому хочу сходить на лес, пострелять диких. Посмотрим, будет ли возможность штурмана разобрать. Опачки. Под МЧС меня сразу. Ну, поближе к штурману. Все как положено. Так, заряжаем, получается. Заряжаем волыну. Если ничего, есть пекарь. На опышках 45-й калибр, хороший. Попробуем башку прострелить кому-нибудь. О! Это меня... О, вот это вот меня радует. Я вышел, не попитонил. Приятного. Сосок даже не понадобился. Ну, пока оставим. А то вдруг чало. Чик. Получелек, полукуст. Блин, в соло. На ранних таймингах заходить на лесопилку. Самоубийственно. В пати, когда играешь, там... Не так часто роляет возможность... Прикрытия друг к другу, а сколько роляет... Возможность размена. Или хотя бы того, что твой товарищ тебя куда-нибудь раскидает или вынесет лут, да? Нагло вот так вот пру. Вот так вот. Ну, выстрелов я не слышал. Я думаю, что... Нет никакого штурмана тут. Я так считаю. Штурман, он же психован. Наверное, он из своих будет жебошить, если увидит кого. Штурмана, получается, нет. Постоянно самогон, блин, пропускаю. Надо справляться за самокон, же тоже можно будет диких отправить. Семсот рублей. Сухарики для пивасика. Я имею в виду варить, можно будет в убежище. Пивас за сухари. Опять сухарей надо. Они либо не продаются вообще, либо продаются за какие-то бешеные суммы. Так, там не посмотрели, а тут посмотрели, а тут не посмотрели, да? Все получается? Делать больше нечего тут. Досмотрим, что тут есть по луту. Ну, кресало, кстати, не первый раз здесь нахожу. Однако. Вот тебе и случайно. Лутательный, получается, рейд, да? Здесь кто-нибудь. Не видать. Ну, слыхай. Телегримища. Телегримища. Не убивайте, пожалуйста, не убивайте. Ядрёно вошь. Я ж перепрыгнул отчасти. Блин, как-то надо его забрать. Вот так вот, например. Вот так вот. Вот так вот. Ух, мать, нифига тут. Красота-то какая, красота. Фиолетовую ключ в карту. Фиолетовую ключ в карту. Конечно же я никогда в жизни не найду её. Это чтобы она мне прям нужна была. Сильно. Вот так можно тоже заряжать. Так, мне бы по-хорошему. Пусть его заберу. Ого, десятка кусков. Чик. Питоним. Это сюнды. А по-моему можно, да, можно дейпак запихать. Если вот этим, например, пожертвовать. О. По весу сорок четыре килограмма. Пойдёт. Хочу ещё времёнку глянуть. Карта выглядит мырно, дружелюбно. А, всё, дикие есть. Отлично. А, всё, дикие есть. Важно. Ого. И это чё за хрень? пролетела мне хрена себе я подумал что где-то чувака сидит прикинь вот это ты конечно даешь копоти не отделался блин ксюха новая пнв приблуды всякие в общем надо сюда с мешком прийти получается твою маковку а как же ты хорош как так а аж проснулся и богу так а куда я его киданул я еще не пойму откуда летят пули вроде от него спрятался да вроде от него спрятался а прилетает но вот а добрый давно я не лутался душа прям поет раз а это принять внутрь получается что мы можем еще чуть повесить дофига еще дофига снб блин а чё я за каким штурманом хожу у меня же есть квест целый этот каратель мне же надо блин с свд выбивать все не восстанавливается у меня ничего давай мелоджи бошкин якобы на легкие двинем нужно окраине выход я так считаю да точно окраина все хорошо все посмотрим сейчас спящего и сумку тайничок и домой вышел за штурманом вернулся с пилигримом битком пойдет можно будет на таможню кстати пойти со свд хай там у меня помимо того что можно быть со свода чувака встретить у меня там есть еще и квест на убийство этих самых свиты решала заводских там двоих заводских надо будет еще до стрелять пока еще events тем самым санитаром не закончился скорее всего там будет кипиш на таможне но в основном этот кипиш весь происходит на боже на старой базе решала там сам решала не спавнится так что можно будет погулять малеха сейчас так и сделаем пару раз сходим на таможку а может и не пару как пойдет очень да чуть не откисать дикаря 16 минут всего я думал там больше гораздо будет по времени амбля анимация зависла за ли я походу вот так вот в рейде и бегал короче постоянно заряжаю да предлагаю попробовать собрать оружейника 16 последнюю часть насколько я помню мне нужно модифицировать м4 а один нужно она с глушителем и в даешь нам цевьем александр армсом колесит винтовочной длины тепловизором репер и магазином на 60 патронов эргономика нужно выше 40 сумма отдач ниже 20 250 и вес 5 килограмм или меньше блин собрал ели как с горем пополам поменять пришлось практически все от стандартной мки тут не осталось совсем ничего почти что однако валуна мы собрали а значит можем ее передать по оружейнику части 16 и закрыть этот квест 32 тысячи опыта нормалек но я в общем готов отправляться на таможню свт собрал тут такое в общем тяп-ляп который я сохранил предыдущую этом сборку это нормальная принципе сборка чем я не хочу тут плазмоган какой-то собирать побегаем с такой волына и там война план покажет может что-то доработаем и пипец конечно плана пойдем туда прямиком на новую заправку обители решала в общежитии наверное я не буду заходить парни потому что на оружие длиннючая и там в коридорах комнатах в этих мне будет крайне некомфортно играть в общем потому пожалуй чисто снаружи потрусь послушаем карту попробуем кого-нибудь вычислить и подстрелить скорее всего буду откисать по тяжелой но я готов даже на размен один к одному 1 свд 1 чувака в принципе меня такой расклад устраивает чуть-чуть подождем здесь на сопке наверное какого-нибудь движения хотя можно было бы перебежку там поглядеть да это засуетился поскакал сразу от пойдем тогда в сторону новой заправки как и планировал может где-то сейчас чё-то и перепадет мне кто знает да что там происходит на той стороне ну и плюс если чё у меня и выход на той стороне это вам про кого есть понимали по кому о справа слуху это отсюда стрелял неправильно я пошел поэтому и схлопотал сейчас короче все тропинки ведут в центр карты на базу решалы это он через запрету через остановку зря я попер он был сюда ближе зелень и педалит я усвоил урок я усвоил урок это погодка-то погляди не слышно ничего не видно ничего запота ну вот здесь я себя более-менее комфортно уже чувствую конечно стрелял где-то с насыпи на ж.д как я понял где-то вон оттуда то ли со стройки так стройку я в такую погоду очевидно не увижу да да сожалению но ясно в каком направлении нужно смещаться однозначно в сторону базы решала там сейчас все конкурсы интересные вечеринка короче полным ходом так тут тихо сухо и комфортно что у меня как дела по здоровью по здоровью все в ажуре у меня все хорошо здоров сухарики ржаные пиво ндп варить дома да пацаны вся движуха там сейчас на таможне в основном как тогда попробовать сделать с этого ангара большого пострелять я думаю давай попробуем так вообще со стройки откуда по мне стреляли там хорошая позиция но я не вывезу ее там она со всех дыр также обстреливается блин а можно 125 метровку попробовать поделать на таможне пока эта возня идет с санитаром и очевидно что все практически игроки находятся в одном месте сконцентрированы да да просто так как на ладони мне никто не вылезет тут конечно если только не засесть и не сидеть ждать да то окошко там обзор получше однозначно но дело в том что там очевидная такая позиция ее проверяют сразу поэтому попробую где-нибудь тут посмотреть пока что мы можем тут подловить ящик если кто будет лутать можем подловить да блин надо было дальномер взять ну тут метров сто в лучшем случае да постоим подождем какое-то время такой вот квест 4 поделаешь и вон же стоит там по моему тип да я застрелил кого-то еще думаю что за тип там свитом аж ладно сидим ждем дальше меня сосед с крыши джебошит дикий ты чё спятил не пойму где он ты серьезно офигеть он стой крышу по мне стреляет не вижу вон он да блин руки устали твоим отмогу прицелиться я если честно в шоке я не ожидал что оттуда у меня даже будет снайпер как он через эти квадратные стекла видит офигеть еще задурел что ли да ты горишь да ты горишь все он еще и попал по мне прикинь ну и бродятина конечно в живот попал фантастика какая-то хочу если этот самый был нет не тарковский каратель нет это был не чувака это был скорее всего либо бот либо свитовец санитара что тоже вполне вероятно погодка конечно не летная но она не только мне неудобства составляет доставляет но и моим противникам так что все окей о блин профукал будешь ли ты этого смотри смотри чик лег спугнем да ему пофиг прикинь на старой заправке у меня в общем выход я думаю что можно туда идти потихоньку уже время челоботов подошло уже вряд ли тут ловить есть чё надо было посмотреть работает ли выход вообще или нет да давай пойдем на выход провозился конечно долго и бесполезно все это оказалось в итоге заправка выход работает ну это уже дикие стреляются челоботы и боты мне кажется так как чвк они все практически глушеные поехали домой двадцать три с половиной минут две тысячи опыта свитовца я все таки застрелил получается 120 метров там всего так что он даже если бы это был чвк он не пошел бы в квест но бог с ним давай еще разочек сгоняем за чвк туда же на таможню попробуем хоть одного какого-нибудь чвк подстрелить а помрет так помрет честно говоря в принципе я не против вот так по кемперить где-то там посидеть подождать послушать карту и так далее и тому подобное технично сделать да этот квест но я даже не знаю учитывая то сколько это времени занимает сколько это выпусков займет ладно поживем увидим блин опять дождина опять дождина пацаны так предлагаю быстрым маршем сразу на скалы ух как откидывает это хорошо сразу в эту сторону так так отсюда мы можем посмотреть со скал заправку это очевидно плюс может быть перебежку какой-нибудь обнаружим по заводской или тут под забором стоит уже голубчик не знаю по кому он начал стрелять такое ощущение что не по мне на заправке по ходу тишина да плохо видно однако в непогоду ну вот вроде устаканилась погодка это не я ну кто газунул о видимость какая-никакая появилась да че может пофиг блин надо было че че я тормознул надо было сразу туда бежать в эпоху суета какая-то происходит а вон он ну это дикий скорее всего был готов поспорить два раза промахнулся он стоит дальше да ты гонишь что ли ах ты зараза нифига блин дикарь спасибо спасибо бро где ты уходи я мырный я мырный уходи о ну этот парень с таким тегом вряд ли в одиночку да на карте я так думаю есть один чувака пацаны так а тут кто еще стрелял я же точно слышал еще тут стрельба а вот он а вот он это и и и и и и и и Пару чавыка есть, уже неплохо. Вот что нашёл. Водичку зацепим. Вот, вот это было хорошо. Этот живой ещё. Попал, случайно отжал, хотел посмотреть попал не попал. Ну чё, неплохо. Ну чё, неплохо. По закону Таркова я уже должен подохнуть. Есть, в общем, у меня такое мнение, что... Каким бы ты квестом не занимался в плане там отстрела, охоты там какой-то, то желательно быть ближе к стороне выхода. Так что я, пожалуй, на ту сторону общежития перебежать хочу. А там видно будет чё-то как. Вот в прошлый раз, по-моему, вот с этой же Д как раз где-то на насыпи тут наяривали по мне. Такое ощущение было. Блин, дикого. На пути он у меня. Снять бы по-хорошему его. Это сзади. А тот, который по мне с автомата дикий стрелял, у меня, отвечаю, было ощущение, что это было спереди где-то под камнями у меня. А оказалось, что он вообще сзади. Вот тебе и позиционка. Вот сюда, на эту сторону я хочу перебежать. Вот так вот. Ой, погода устаканилась. Погляди, какая красота. Вон оно чё. Всё видно хорошо. Ты мне послышалось? Получается так. На аэродропы щедро чё-то тарков на таможне сегодня. Ну давай, рассказывай, куда полетишь. Во! Прямо в мою сторону. А вон он. Вон он. Вон он. Вон он. Как я его проморгал, а? Ну и вот, а как. Твой японский бог. короче все что слышится не послышалось и так всегда он по моему лежит до сих пор это так не кажется вот шустрила ну в рубашке родился ей богу как же я не убил то его как я не попал по нему все добил нашел третьего нашел так аэрдроп то в итоге куда полетел что-то я все представление пропустил 14 и моя братюня мисс кузи конечно ладно в кустах аккуратно красиво лежит кто такие я вас не звал дикие наверно и вроде обычный дикий так ладно уже челоботы приперлись мне тут делать особо нечего можно идти домой незаметно еще почему не понял а я составлял там все нормально лпс пошли в бой короче airdrop летел где-то над моей головой примерно и скинул куда-то я чуть не так и не увидел куда полетел airdrop в общем такая возня а все что сейчас происходит на карте стрельба и туда-сюда а мне тут это точно не не боты в основном это челоботы короче сейчас да чё по времени 23 сейчас подъедут ладно я и так думаю что урожайный получился у меня рейд целых 3 чувака у меня получилось убить за разок это хорошо можно пойти домой на басболтовки шмальнет мама некогда там выбирать было такой симпатяга попался смотри джу ставим костер работает смотрим кушары на наличие растений разного рода ну чё пробуем выйти если никто не пасет выход то все нормально ай ништяк ну вот полная противоположность первого рейда на таможню до 17 с половиной минут 6000 опыта и у нас есть три ЧВК зашибись автальмоскоп дикие пронесли нормальный ключ от автомобиля джигули я выиграл автомобиль давай наверное за папку отправим и просто покупать буду что-то за 95 тысяч ерунда какая-то сыпется на сегодня у меня все всем спасибо за просмотр надеюсь выпуск вам понравился благодарю за вашу поддержку за пальцы вверх добрые комментарии и настроение которым вы делитесь всем приятной игры увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания